На дорогах Люберец этой зимой будут использовать новый реагент. В этом году дорожные службы закупили 175 тонн более эффективного антиобледенителя. Спецтехника, предназначенная для содержания городских территорий в зимний период, тоже к холодам готова. Смотр прошел накануне в Люберецком дорожно-эксплуатационном предприятии. К зиме готовы на 100%. Люберецкая ДЭП уже перешла на круглосуточный режим работы. Более 200 работников предприятия обеспечены теплой одеждой. От гололеда и снегопадов Люберчан спасут 95 единиц специальной уборочной техники. В середине месяца придут новые машины, два трактора и снегопогрузчик. Самое большое у нас маленькие тракторы, которые ходят по тротуарам, где-то порядка 15 единиц. Дальше 10 единиц КДМ, которые будут проходить по дорогам, и самосвалы, и погрузчики. Песка соляной смеси у нас на сегодня 3,5 тысячи тонн, а реагента 175 тонн. Также Люберецкая ДЭП снабжена эффективными антиобледенителями. На данный момент песка соляной смеси 3,5 тысячи тонн, реагента в 175 тонн. Этого должно хватить до конца текущего года. На 2018-й будет закуплено еще 7,5 тысяч тонн смеси и 380 тонн реагента. Готовность предприятия к зимнему сезону высоко оценил глава Люберецкого округа. У нас вот это предприятие хорошее? Хорошее. Я вам скажу, вот по такой мощи, ну, в Московской области, я не знаю, 3 или 5 предприятий, но точно не больше. Все остальные поменьше. Мы входим в эту тройку, пятерку лучших предприятий. Конечно, я вам благодарен, что вы выбрали такую работу. И мы на вас надеемся. Надо добавить, что в этом году зимнее оснащение предприятия уже использовалось. В дни заморозков техника выходила посыпать дороги. Использовано 10 тонн пескосоляной смеси. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.